Здравствуйте! В эфире субботний выпуск программы событий. С вами Марина Матвейшина. И в ближайшие 20 минут вы узнаете о самых интересных событиях этой недели. Православный праздник Крещения в этом году отпразднуют без купания. Из-за аномально теплой зимы в этом году лед на Волге слишком тонкий. По данным МЧС его толщина не превышает 10 сантиметров. Поэтому выходить на лед опасно. Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура воздуха с 18 на 19 января не опустится ниже 5 градусов. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в местах, где обычно для купания собирается много людей, на Крещение и берег Волги будут патрулировать специальные отряды. На набережной уже установлены предупредительные таблички. Внешний неоднородный лед, он хоть и толстый вроде бы на первый взгляд, он там 13-15 сантиметров, но он совершенно непредсказуемый. Он прогибается, выходит вода на лед. Поэтому при таком состоянии льда организовывать массовые выходы людей во время Крещения на лед категорически запрещено. Это просто опасно для жизни. Быть более осторожными самарцев призывают и священнослужители. Совершить обряд омовения холодной водой можно и в домашних условиях. Главное – совершать его с молитвой. А вот любители зимней рыбалки тонкий лед не пугает. Несмотря на ежегодную статистику несчастных случаев, шанс поймать крупную добычу они упускать не собираются. Что каждую зиму, несмотря на опасности, манят рыбаков на водоемы, узнала Алина Чемерес. А здесь мормышка. Обыкновенная такая бусинка с крючком. Обычно на нее рыбачат. Вот так подыгрывают. Сегодняшний улов – сорожка, ерш и окунь. Из-за резких перепадов температуры клюет плохо, рассказывает рыбак с 40-летним стажем Иван Елизаркин. Сидеть у проруби приходится по несколько часов. Не замерзнуть зимой помогает спецодежда, в которой тепло даже при минус 40. Есть такая поговорка. Время, проведенное на рыбалке, на охоте, в зачет жизни не идет. Значит, получается, что мы дольше живем. Злейшие враги любителей удочек – восточный ветер и высокое атмосферное давление. В таких условиях шансов заманить рыбку в свои сети практически нет. Чтобы прийти домой с добычей, нужно хорошо разбираться в снастях и внимательно следить за погодой. Но для многих улов вовсе не важен. Мне рыба как таковой не надо. Вот так, просто ради удовольствия и все. Это лучше, чем, опять же, присидеть дома. Здесь свежий воздух, во-первых, общение какое-то. И, ну, не знаю, свой какой-то кайф есть. Закупаются власти, там, прикорм, там, и прочее, прочее. То есть сама подготовка, она как будто для рыбака – это больше, чем рыбалка даже. То есть сейчас все настолько вооруженные, то есть власти всякие. 16-летняя Виктория докажет обратное любому, кто скажет, что рыбалка – дело не женское. Самый крупный ее улов – почти 2 килограмма. Затягивает. Просто вот когда берешь удочку, и ты чувствуешь каждое движение своего, своей мормышки, как рыба сажается, как она это клюет, это чувствовать интересно очень. Сейчас у меня в руках эхолот. Он помогает узнать, есть ли в этой лунке рыба. Вот сейчас я вижу, что вся крупная плывет по дну, а мелкая – на поверхности. Ну что ж, попробуем попытать удачу. Чтобы удача была на стороне рыбака, нельзя забывать про осторожность. Чаще всего любители посидеть с удочкой получают обморожение и проваливаются под лед. За последние два года во время зимней рыбалки в регионе пострадали более 10 человек. Семеро погибли. Чтобы любимое увлечение не обернулось трагедией, рыбакам советуют всегда иметь при себе длинную веревку. Она в случае чего поможет спасти товарища. И помнить о том, что безопасная толщина льда не менее 15 сантиметров. На малых водоемах, на озерах лед, конечно, будет толще, чем на реке, на Волге, например, где течение большое и лед постоянно подмывает снизу. Передвигаться по льду предельной осторожностью, обходить все подозрительные места. Если идти группами, то соблюдать дистанцию 5-6 метров. Ну и не собираться большими группами в одном месте. Опытные рыбаки правила знают. И на лед выходят только будучи уверенными в своей безопасности. Пойманную рыбу готовить предпочитают сами. Говорят, по вкусу она в сотни раз превосходит ту, что в магазине. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Переправа состоится при любой погоде. И за считанные минуты. От Самары до Рождествена, а это 6 километров, катер на воздушной подушке может пройти за 15 минут. Каждую неделю туда и обратно переправляются около 7 тысяч человек. Этот вид водного транспорта сезонный и вручает пассажиров в период между навигациями. Как работает чудо-катер и за что его любят жители, узнал Павел Баймаков. В очередь к Нептуну люди выстраиваются с самого утра. Новый большой катер на воздушной подушке появился у самарских речников в прошлом году. В отличие от маленьких судов марки Хиевос, вместимостью до 10 пассажиров, Нептун может перевезти на другой берег более 20 человек. Очень удобно, очень быстро. Прямо хорошо. На подушке очень удобно. Если у нас часто так подушки будут ходить, это будет прекрасно. На них удобно ездить, лишь бы они ездили вовремя и регулярно. Маневренностью и простотой управления такое судно похвастаться не может, зато проходимостью вполне. С легкостью движется и по льду, и по проталинам. Главное и самое опасное препятствие на пути капитана – рыбаки, которые запросто могут ждать клево прямо на пути следования катера. В кабине управления на первый взгляд все как в автомобиле, но рулить таким судном нужно совершенно иначе. Здесь нет сцепления с дорогой, тормозов нет. А как тормозить? Винтами, в другую сторону разворачивающие винты. Газ вот у меня здесь под рукой, под лево. А в педали как раз винты заменяемого шага регулировались, чтобы они вперед регулировались, но по стеиле назад. Катера на воздушных подушках приходят на помощь жителям, когда заканчивается навигация по Волге. В этом сезоне пассажирские суда перестали ходить 31 декабря и вновь появятся в акватории реки только весной. Все это время соединять Волжские берега будут 4 судна. Их расписание уже утвердили. Катера отправляются в рейс каждые 15 минут. Работаем с 6.45 до 19.30. То есть такой формат в полной мере удовлетворяет потребность населения в транспортных услугах. То есть люди и в утренний пик могут уехать на работу с утра и вечером вернуться домой. Такой показатель, как тысяча человек в день, он как ничто другое, красноречиво подтверждает высокую востребованность в перевозках. Пассажиры шутят. Главный плюс катеров на воздушных подушках в том, что в пробку такое судно никогда не попадет. Павел Баймаков, Алина Чемерес, Максим Бусев. События. Почти северное сияние. Но не за Полярным кругом, а в Самаре. Из-за морозной погоды, что остановилось в области в начале недели, на небе можно было наблюдать интересные и красивые явления. Световые столбы, два солнца и радужное сияние. Самарцы выкладывают в сеть красочные фотографии. Эти атмосферные явления называются гало. При условии крепкого мороза и сильной влажности воздух наполняется кристаллами льда. Проходя сквозь них, свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг источника. От формы кристаллов зависит цвет и форма гало. Если перед вашим носом на улице упал сапог, не пугайтесь. Это не загадочное атмосферное явление. Так девушки ищут женихов. С 7 по 19 января время святок, когда принято гадать. На Руси этим занимались практически все представительницы женского пола. Сейчас многие относятся к гаданиям с юмором, но все же иногда не могут удержаться. Заглянула в будущее и Мариана Мирная. Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный. Ну что, видно что не будет. Черт, черт погатался. Гадать, уверяют астрологи, лучше всего в ночь с 13 на 14 января, когда святые дни сменяются страшными. Портал между реальным и нереальным миром открывается, и можно увидеть то, чего нет. Выпадает эта ночь на странный, но любимый россиянами праздник – Старый Новый год. Его празднуют еще в странах СНГ, а его появление связано с реформой календаря, которая произошла после Октябрьской революции. Традиция праздновать все равно Новый год, наступление Нового года, в тот самый период между Рождеством и Крещением, она все равно осталась. И так в календаре в нашей стране, исключительной по сравнению с другими странами, появился Старый Новый год. Иностранцы не понимают, как в одном словосочетании может быть и Старый, и Новый. Новый год по старому стилю – своеобразное прощание с праздниками, день после которого современный человек начинает входить в обычный ритм жизни. На Руси же бессонные ночи не заканчивались вплоть до 19 января. Принято было гадать на любовь, деньги и даже урожай. Сегодня гадание тоже не пустой звук. Многие верят, что в эти дни до правды можно дотянуться рукой. В моей семье хранится такая легенда, скажем так, что моя прабабушка увидела своего будущего мужа, моего прадедушку, тоже гадая. Она пускала кольцо в стакан с водой и смотрела. И говорят, что вот он ей показался в этом кольце, а на следующий день свататься пришел. Бросить сапог через левое плечо, через забор, да, и загадать имя жениха. А там же посмотрим, сбудется или не сбудется. Лить расплавленный воск в воду, слушать, откуда лает собака, класть под подушки листочки с именами. Вариантов заглянуть в будущее до сих пор немало. Одно из самых популярных гаданий – это гадание на будущее. Необходимо было взять чистый лист бумаги, хорошенечко его скомкать и затем поджечь от свечи. Этим мы сейчас и займемся. Бумагу нужно хорошенечко было поджечь и положить ее на блюдце, чтобы она смогла приобрести какие-то очертания. Давайте немного подождем. Нам показалось, что тень на стене похожа на корону. Безусловно, это хороший знак. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, События. Хороший прогноз для Самары на пророчили и в роддоме областной больницы имени Середавина. Показатели рождаемости в регионе весьма хорошие. Даже в первые дни года. Более 800 малышей подарили праздники. Будущему в лицо заглянула Марина Кравцова. Самый главный рождественский подарок и даже сюрприз для семьи Шейных – маленький Ванечка. По расчетам врачей, малыш должен был появиться 19 января на крещение. Но Ваня поспешил порадовать родителей к Рождеству. Знакомые из семьи уже оборвали телефоны. Говорят, это событие знаковое. Никто не ожидал, что ребенок родится в такой прекрасный праздник. И все говорят, что он поцелованный Богом. Мы его увидели и решили, что будет Ванечка. Он тоже, видимо, пытается что-то прокомментировать. В первый день Нового года в больнице Середавина появились на свет 7 малышей. В Рождество – в 8. Всего же за праздники врачи больницы принимали роды 62 раза. А вот детей оказалось на одного больше. 6 января появились первые близняшки этого года. С полом первого малыша, родившегося под бой курантов, народные поверья связывали и прогнозы на наступивший год. Если первым окажется мальчик, хлопец, год может быть хлопотным. А вот прекрасный пол сулил спокойный год и мирную обстановку. Добрый знак – высокостный год. Первый ребенок Самары – девочка. Причем родилась она утром 1 января. Новогоднюю ночь провели спокойно, делятся врачи. Хотя 1 числа все роды были экстренными. Для родильного дома праздников, в общем-то, не существует. Потому что это экстренная служба, это идет постоянная работа. И она более ответственная, чем в будние дни. Мы старались выписывать рано, чтобы дома в домашних условиях все в праздник побыли все вместе. Рождаемость в Самарской области растет. В предыдущие два года количество малышей превышало 40 тысяч. И 2016-й не отстает. За 10 праздничных дней в регионе родились около 800 детей. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Молодой храм на Безымянке обрел святыню. Две недели в нем будут находиться мощи Матроны Московской. Для Русской Православной Церкви это одна из главных святых и чудотворцев. Слепая от рождения, Матрона, согласно житию, уже с 7-8 летнего возраста имела дар предсказания и исцеление больных. Ее мощи доставляются для поклонения во многие города России. Теперь приложиться к ним смогут и верующие Самары. На одной из первых служб побывала Валерия Макарова. В Самару из Муромской епархии приехала частица мощей Матроны Московской. Уникальность святыни в том, что верующие могут обращаться к ней со всеми проблемами. Исцеление внука, ну и себе так же. Молимся ей всегда. Помогает, исцеляет болезнь. Мы сюда заходим часто, а сегодня вот мощи святой Матронушки, мы пришли с внуком поклониться, попросить о помощи. И в эти радостные светлые дни Рождества поздравить всех и Матронушку. Храм в честь святой Блаженной Матроны Московской, куда и привезли частицу мощей, еще молот он действует меньше года. И это, по словам настоятеля, первое для храма святыня такого уровня. Хотя в прошлом году мощи Матроны сюда уже привозили, но всего на несколько часов. Когда к нам их привезли полгода назад, это было лишь на несколько часов. И это было как капля воды в пустыне, то есть не приложился практически никто, то есть только те, кто были на тот момент в храме. В этот раз частица мощей пробудет в храме на Беземянке две недели. Знаково, что именно в это место, а не в какую-то центральную часть города, прибыла эта святыня. Здесь люди особенно нуждаются в том, чтобы появилась какая-то святыня подобного уровня. И в духовном плане оздоровила этот район. Приложиться к мощам можно каждый день в храме в честь святой Блаженной Матроны. Он находится на улице Победы, недалеко от станции метро Беземянка. В храме мощи пробудут до 24 января. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Выполнили свою работу, заодно сделали жителю Тольятти новогодний подарок. Полицейские разыскали автомобиль, угнанный незадолго до праздников. Вазовскую Калину обнаружили в одном из гаражных массивов. Выяснилось, преступление совершил 48-летний безработный мужчина с подельниками. По данным полиции, автоугонщики могут быть причастны к серии краж. Возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка изъяли у задержанного отмычку, с помощью которой предположительно он осуществил преступление. Также в ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены различные автомобильные узлы и агрегаты. По версии оперативников, мужчина вместе с подельниками на протяжении длительного времени осуществлял кражи автомашины. Бананы или ягель? Что общего между явонской макакой и северным оленем? Как эти разные животные, привезенные с двух противоположных краев света, уживаются в Самаре? И вообще, как они здесь оказались? Ответы у Марианы Мирной. Корочка хлеба, конечно, не банан, но адаптация к русской зиме – штука суровая. Явонская макака носит гордое славянское имя Тихон. Двухлетний Тиша появился в Самаре в середине декабря и уже успел прижиться в доме хозяина. Я просыпаюсь, и он, естественно, рядом со мной спит. На кровати? Да, он спит рядом со мной. Соответственно, просыпаюсь я, просыпается и он. Ну и тут начинается самое интересное. Мне приходится за ним постоянно следить и таскать его постоянно с собой, чтобы он что-нибудь не натворил. В такую погоду в минус 20 явонскую макаку, конечно, на улицу выносить нельзя и содержать только в тепле и в теплом свитере. Зато здесь есть другие животные, которые не боятся холода. К ним-то мы сейчас и пойдем. Один лишь злоторогий олень не боится его. Злоторогий олень? Да. Рассказывают, что его может увидеть только самый смелый человек в Лапланде. Олень-стифлер – самый старший среди зверей. Ему 5,5 лет. Каждый год у него отрастают огромные ветвистые рога, которые могут быть страшным оружием в диком лесу. Человек уже при правильном обращении северный олень может стать настоящим другом. Олени не самые умные животные, но они очень преданные. И бывали случаи, когда если умирал хозяин, а рядом с ним жил олень, то олень умирал вместе с ним. А еще бывали случаи, когда хозяин при смерти нуждается в помощи, то олени убегали, приводили помощь. Николай занимается оленями не первый год. В перспективе мужчина хочет устроить контактный зоопарк, где все любители животных смогут поближе познакомиться и подружиться не только с оленями и макакой, но и с лошадьми, поросятами, козлятами и другими четвероногими. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Ни массовым, но тоже немалым производством сладостей могли похвастаться самарцы 19 века. В музее Модерна можно увидеть старинную машинку для изготовления леденцов. Это выставка одного экспоната. Экспозиция состоит всего из одного редкого предмета. Обновляться будет каждый месяц. Предмет будет меняться. Как готовили сладкое лакомство в 19 веке, узнала Лариса Шалафаст. Эту старинную машинку для приготовления карамели Монпансье нашли в котловании во время строительных работ на месте здания филармонии. Аппарат сделали в Германии приблизительно в конце 19 века. В то время производство небольших конфет было массовым. Пластину из карамели помещали между двух валиков и получали маленькие карамельки различной формы. Машинка сохранилась практически в идеальном состоянии. Правда, были утеряны некоторые детали. Если для нее сейчас изготовить специальную ручку, то можно вполне продолжить готовить маленькие леденцы. Эта машинка – первый экспонат выставки «13 открытий». В течение года каждый месяц в музее Модерна из хранилища будут доставать редкие вещи. Так самарцы смогут познакомиться с уникальными экспонатами, которые ранее еще не показывали широкой публике. Таких вещей достаточно много. Многие не выставлялись. Многие выставлялись очень давно. Что-то из новых закупок. И когда вот есть одна уникальная вещь, но около нее целой выставки не выстроишь, такие выставки, выставки одного экспоната достаточно полезны. Они помогают показать интересные, важные предметы, может быть, в чем-то даже уникальные. Посмотреть уникальную машинку для приготовления карамели можно до конца января. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Такое самарцы увидели наши корреспонденты на этой неделе. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова